Свыше 116 гектаров леса потерял Казахстан в результате пожаров прошлым летом. Ущерб превысил 163 миллиарда тенгея. Ежегодно в стране растет как количество природных возгораний, так и их площадь. А в этом году, по прогнозу Всемирной Метеорологической Организации, будет еще жарче. Судя по всему, как в прямом, так и в переносном смыслах. Эта тема стала приметом дискуссии в парламенте. Депутаты раскритиковали профильных чиновников за неготовность как к их вопросам, так и к самим пожарам. Яна Гладкова с подробностями. Лесные пожары с каждым годом все больше угрожают стране. За последние пять лет их количество выросло вдвое, а территория увеличилась на 13%. Только прошлым летом страна потеряла 116 гектаров леса или 163 миллиарда тенге. В этом году ситуация может быть еще хуже. По данным Казгидромета, температура в предстоящем летнем периоде будет доходить до 40 и выше градусов. В прошлом году только с 5 по 28 июля температура в отдельные дни достигала 44 градусов и способствовала возникновению более 300 пожаров, преимущественно на территории Семи и Ерте-Сормана. Поэтому необходимо заранее предусмотреть обновление минерализованных полос и активное патрулирование лесных массивов. Ликвидируют лесные пожары сообща МЧС, Минэкологии и местные Акиматы. Но взаимодействия между госорганами нет, считают депутаты. Одно министерство дает один докладу, второго министерства другой, то есть нет взаимодействия. Это налицо. Я хочу сказать, что здесь не проведена необходимая аналитическая работа. Например, по пожарам, которые произошли, они предоставили информацию, что примерно 500 случаев было из-за молнии. В целом, статистически в мире такое ощущение, что пожары, произошедшие из-за молнии, больше случались в Казахстане. Коллега Абенова, Ажар Сагандыкова, добавила, что именно из-за перевода стрелок одного ведомства на другое в стране привыкли тушить пожары, а не действовать на опережение. Приходится только вспоминать анекдот про Вовочку, которому мама получила проследить за молоком, а оно выкипело. На вопрос, почему он вовремя не выключил плиту, он сообщил лишь в точное время, когда молоко это перебежало. Вы тоже констатируете, во сколько случились пожары и каковы лишь суммы ущерба. Но где выхлоп от многомиллиардных сумм, выделяемых ежегодно государством на эти цели. В целом, депутаты остались недовольны ответами чиновников на поставленные ими вопросы. Также народные избранники возмутились тем, что новоиспеченный министр ПЧС Чингис Аринов вместо себя в парламент отправил отвечать своего заместителя. Из пустого порожения поговорили, красиво отчеты послушали, и так сейчас и разойдемся. А летом, когда будут пожары снова, с кого будем спрашивать? И в этом отношении, конечно, я бы хотел бы и к премьер-министру обратиться новому, чтобы если в парламент направляете своих министров, пусть они приходят подготовленных хотя бы. Я даже вот здесь, между собой, ответы не могут вопросов найти. Журналисты в кулуарах заседания спросили у Сыздыкова причины отсутствия Аринова, на что тот ответил, что министр уехал в командировку, но куда именно, мол, не доложил. Яна Кладкова, Алмаз Жулубаев, Астана Таймс